Всем привет! С вами Lima Music. Сегодня я покажу, как играть на пианино очень красивую мелодию Another Love, которая идеально подойдет для начинающих. Вначале я сыграю всю песню полностью, а затем я разберу ее медленно и подробно по кусочкам. Субтитры подогнал «Симон» Перед тем, как начать обучение, обязательно подпишитесь на мой канал и нажмите колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео-уроки. Сейчас будем учить первый кусочек этой песни. Рассматриваем отдельно правую руку. Это верхняя строчка в нотах, которые вы видите наверху. Начинаем с ноты «Си» первой октавы. Играем три раза. Раз, два, три. Рядом нота «До» и обратно «Си». Потом у нас идут паузы. Мы снимаем руку и играем опять два раза «Си». Рядом «До» и обратно «Си». То есть мы используем в правой руке только две клавиши «Си» и «До». Поэтому на ней мы останавливаемся. Она играется медленно. Затем мы делаем паузы. Правая не играет. И опять начинаем играть восьмыми. У нас три ноты восьмые. Раз, два, три. И на четвертой остановка, потому что это у нас четверть. Она играется медленно. Вот что получилось в правой руке. Сейчас будем учить левую руку для первого кусочка. Сразу скажу, что в этой песне мы будем использовать в левой всего лишь четыре аккорда. Сейчас мы выучим первые два аккорда, затем следующие два. И кроме этих аккордов больше ничего в левой играть не будем. Первый аккорд мы начинаем играть от ноты «До» малой октавы. Добавляем ноту «Ми» и ноту «Соль». Пропустили по одной белой клавише. Нажимаем вместе. Это трезвучие «До» мажора. «До» мажорный аккорд. Второй аккорд мы будем играть от этой ноты «Соль». Добавляем ноту «Си» и ноту «Ре». Мы опять пропустили по одной белой клавише. Это получилась «Соль» мажорная трезвучия, аккорд «Соль» мажора. Все аккорды в левой руке можно играть такими пальцами. Первый вариант – это четвертый, второй и первый. И второй вариант пальцев – это пятый, затем третий и первый. Вы выбираете наиболее удобный для себя вариант. Левую выучили. Сейчас будем соединять правую и левую в первом кусочке. Вначале у нас играет первый аккорд в левой, пока в правой записана пауза. Нажимаем аккорд. Аккорд у нас держится на весь такт, так как у нас целая нота. Нажали аккорд и держим, пока играет правая. Играет правая «Си», 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 «До», «Си». Затем опять в правой пауза, а в левой в этот момент аккорд от ноты «Соль». И он тоже держится до конца, пока играет правая. Играет правая «Си», «Си», «До», «Си». Сейчас я сыграю, что должно получиться в первом кусочке. Если вам нравятся мои видеоуроки и вы хотите поддержать мой канал, тогда подписывайтесь на мою закрытую страницу на Бусти. Ссылку я оставлю в описании под этим видео. После оформления подписки на Бусти вам будет доступно 64 урока, которых нет в открытом доступе на Ютубе. Спасибо всем, кто подписался на мою страницу на Бусти. Благодарю каждого за помощь каналу. Сейчас будем учить второй кусочек в правой руке. Вначале у нас записаны паузы, правая не играет. А потом начинаем с ноты «Си». Идем наверх. У нас идет «До», «Ре». Затем следующая нота «Ре» находится под ликой. Это означает, что мы ее не играем, а просто держим. Затем опять два раза «Си». Наверх «До». И обратно «Си». То есть в этом кусочке мы используем три белые клавиши подряд. Поэтому играть будем тремя пальцами подряд. Второй, третий и четвертый. Вторым играем «Си». Третьим «До». Четвертым «Ре». Вторым опять «Си». Третьим «До». И вторым «Си». Показываю ритм ко второму кусочку. Вначале в правой у нас паузы, правая не играет. Затем начинают с ноты «Си» в восьмой. И поэтому мы ее играем быстро. «Си». «До». «До» четверть остановились. Затем «Ре» у нас восьмая, но потом идет «Лика» к четверти с точкой. Это означает, что «Ре» мы держим дольше всего. Затем ноты «Си» быстрые две, потому что они восьмые. «Си», «Си», «До». «До» четверть остановились. И «Си» восьмую доиграли быстрее. И сняли руку. Вот что должно получиться в правой руке. Учим левую для второго кусочка. Первый аккорд в левой от ноты «Ми». Добавляем «Соль» и «Си». Мы пропустили по одной белой клавише. Нажимаем аккорд вместе. Это аккорд «Ми минора». Следующий аккорд мы строим от ноты «Си». Добавляем ноту «Ре». И «Фа диез». Нажимаем вместе. Это аккорд «Си минора». Вот что получилось в левой. Аккорд «Ми минора» и аккорд «Си минор». Сейчас будем соединять правую и левую во втором кусочке. Вначале вступает левая и берет аккорд, потому что в правой написаны паузы. Потом играет правая. Три ноты «Си», «До», «Ре». «Ре» мы держим. В этот момент левая нажимает следующий аккорд. И доигрывает правая до конца. «Си», «Си», «До», «Си». Сейчас я сыграю, что получилось во втором кусочке. После второго кусочка мы должны еще раз повторить наш первый и второй кусочек без изменений. Играю в движение. Переходим к третьему кусочку. Рассматриваем правую руку. У нас в правой написаны октавы. То есть мы должны играть две ноты одновременно внизу и вверху. Одинаковые ноты. Поэтому мы сейчас разберем нижнюю ноту, которая написана внизу. А вверху мы просто будем синхронно играть такую же самую ноту. Итак, нижняя нота – это у нас «Ре» второй октавы. Играем три раза. Раз, два, три. Выше идет «Ми». И обратно «Ре». Потом у нас идут паузы. И опять мы играем ноту «Ре» два раза. Выше «Ми». И «Ре». То есть в этом кусочке мы используем только две клавиши «Ре» и «Ми». И когда мы будем играть в октаву, мы такую же ноту «Ре» дублируем на октаву выше синхронно. «Ре», «Ре», «Ре». Потом «Ми» тоже дублируем. Обратно «Ре». И снова «Ре», «Ре», «Ми», «Ре». Сейчас покажу пальцы к третьему кусочку. Если вы все играете октавами, то вам нужно запомнить такие пальцы. Внизу первый, вверху пятый. Но если вам тяжело доставать октаву и у вас небольшая рука, то вы можете просто играть мелодию внизу, как я показывала. «Ре», 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 «Ми», «Ре». Играете вот здесь. И тогда играете такими пальцами. Третий на «Ре», а четвертый на «Ми». Вы выбираете для себя самый удобный вариант. Или октавами, или просто одной нотой внизу, вот здесь, во второй октаве. Сейчас показываю ритм в правой руке. Вначале у нас ноты записаны восьмыми. Четыре ноты мы играем одинаково по ритму. Раз, два, три, четыре. На «Ре» у нас четверть, поэтому мы останавливаемся. Затем у нас идут паузы. Правая не играет. И опять начинает играть от «Ре» восьмыми. Три ноты восьмые. Раз, два, три. А на «Ре» остановка, потому что «Ре» у нас четверть. Она длится дольше. Сейчас сыграю, что получилось в правой руке. Уже мелодию буду играть октавами. В левой руке в третьем кусочке мы используем первые два аккорда, которые мы играли в первом кусочке. Помните, я говорила, что все аккорды, которые вы уже выучили, мы будем повторять до конца песни. То есть новые аккорды мы учить не будем. И сейчас мы используем аккорд до мажора. И аккорд соль мажор. И начинаем соединять их с правой рукой. Вначале нажимает левая аккорд, потому что в правой у нас пауза. Играет правая. Раз, два, три, четыре, пять. Сыграли пять нот. Затем в правой пауза, а в левой опять аккорд. Отдельно. И снова играет правая до конца. Ре, ре, ми, ре. Сейчас сыграю, что получилось в третьем кусочке. Сейчас учим четвертый кусочек в правой руке. У нас опять написаны октавы. Мы сейчас выучим нижнюю ноту, а потом такую же добавим вверху. Нижняя нота у нас си. Потом идем наверх. До. Ре. Затем ре у нас залегованная. Мы ее не повторяем, а просто держим. И спускаемся вниз. До. Си. И обратно до. Всю эту мелодию мы будем играть, дублируя в октаву. Такие же ноты на октаву выше. Сейчас покажу по пальцам в правой руке. Если мы играем октаву, мы опять используем первый и пятый палец. А если вам тяжело брать октаву и вы просто играете отдельно мелодию, тогда начинайте со второго пальца. Потом третий. Четвертый. И снова третий. Второй. Третий. Так же показываю ритм в правой руке. Вначале у нас идут паузы, а потом начинаем с ноты си, с восьмой. Значит, играем быстро. Си. До. Остановка на до. Это четверть. Затем ре у нас восьмая, но она залюгована к четверти с точкой, значит, мы ее держим долго. Затем нота до у нас восьмая и си тоже восьмая. То есть две ноты быстро. До, си, до. На до остановка, потому что это у нас четверть с точкой. Сейчас сыграю, что получилось, в правой руке. Играть уже буду октавами. В левой руке в четвертом кусочке используем наши аккорды из второго кусочка, который вы уже знаете. Это аккорд от ноты ми и аккорд от ноты си. То есть ми минор и си минор. И начинаем соединять их с правой рукой. Пока в правой паузы, берет аккорд левая от ноты ми. Затем играет правая. Си, до, ре. Пока ре держится, левая берет второй аккорд. И доигрывает правая. До, си, до. Сейчас сыграю, что получилось, в четвертом кусочке. Теперь учим пятый кусочек в правой руке. Мы опять играем октавами и разбираем по нижней ноте. Нижняя нота у нас си. Потом соль. Ре. Опять нота си. И нота ля. Если вы будете играть октавами, вы такие же ноты дублируете на октаву выше. И играете, как обычно, первым и пятым пальцем. Си, соль, ре. Потом си. Ля. Если вам тяжело играть в октаву, вы будете играть такими пальцами. Четвертый на си. Второй на соль. Первый на ре. Четвертый на си. Третий на ля. Также показываю ритм в правой руке. У нас первые две ноты половинки. То есть мы их играем медленнее, чем мелодию раньше в предыдущих кусочках. Медленно. Медленно. Потом на ре. У нас самая длительная остановка, потому что это целая нота. Мы весь такт ее держим. Так же самое со следующей нотой си. Она тоже целая. И нота ля. То есть это самые длинные ноты в данной песне. Сейчас сыграю, что должно получиться в правой руке. В левой руке в пятом кусочке мы будем использовать все четыре аккорда, которые вы уже знаете. Это до мажор, соль мажор, ми минор и си минор. То есть все аккорды, которые мы уже играли. Теперь начинаем соединять их с правой рукой. Берем первый аккорд и октаву си вместе. Затем отдельно играет правая октаву соль, пока держится левая. Затем все аккорды и ноты играем синхронно вместе, потому что и в правой, и в левой у нас целые ноты. В левой мы берем аккорд от соль, а в правой октава ре. Вот здесь, видите, совпадает первый палец в правой и в левой. Так должно быть ничего страшного. Затем следующую октаву си мы берем с аккордом от ноты ми вместе, держим. И последнюю октаву ля мы берем с аккордом от си и тоже держим. Так как у нас в конце только целые ноты, мы просто играем все синхронно вместе. Сейчас сыграю, что должно получиться в пятом кусочке. Сейчас будем учить шестой кусочек в правой руке. Начинаем с ноты соль, первой октавы и играем четыре раза. Раз, два, три, четыре. Затем идем наверх. Ля. Си. Следующую си не повторяем, потому что она под ликой, мы ее держим. Затем два раза соль. До два раза. И нота си. Сейчас покажу пальцы для правой руки в шестом кусочке. Начинаем со второго пальца с ноты соль. Третьим играем ля. Четвертым си. Затем первый на ноту соль. Четвертый на до. И третий на си. Показываю ритм для шестого кусочка. Вначале первые три ноты соль записаны восьмыми. То есть мы их играем быстро. А на четвертую останавливаемся, потому что это четверть. Раз, два, три, четыре. Остановились. Затем восьмыми играем ля, быстро, си. Но си у нас еще идет под ликой, поэтому мы ее немного задерживаем. То есть ля быстро, а на си остановка. На соль остановка, потому что четверть. Дальше две восьмые играются быстро. Это соль, до. До. На до остановка, потому что четверть. И доигрываем ноту си восьмую. И завершили мелодию. Вот что должно получиться в правой руке. В левой руке в шестом кусочке мы опять используем первые два аккорда. Это аккорд от ноты до. И аккорд от ноты соль. Вы их уже знаете. Теперь начинаем соединять с правой рукой. Пока в правой паузе мы берем первый аккорд. Затем играет правая. Четыре раза соль. Ноту ля, си. Пока держится си, мы берем сразу аккорд в левой. И доигрывает правая до конца. Соль, соль, до, до, си. Сейчас сыграю, что получилось в шестом кусочке. Теперь учим седьмой кусочек в правой руке. Вначале у нас идут паузы. А затем начинаем с ноты соль первой октавы. Два раза. Нота ля. Затем у нас написана нота фа. Но так как в ключе у нас фа диез, мы все ноты фа играем с черной клавишей с диезом. Потом эта нота залегована, то есть мы ее держим. После этого она еще раз повторяется. После нее идет нота ми. Обратно фа диез. Соль. И нота ми. Теперь показываю пальцы в правой руке. Начинаем мы с третьего. С ноты соль. Четвертым ля. Вторым фа диез. Второй. Первый на ми. Опять второй. Третий на соль. И первый на ми. Теперь показываю ритм в седьмом кусочке. Вначале у нас в правой паузы. А затем две восьмые это ноты соль. Раз, два, ля. На ля остановка это четверть. На фа диез у нас тоже остановка, потому что она залегована к четверти. Затем у нас написаны три восьмые. Поэтому три ноты играем быстрее. Раз, два, три. И стремимся к соль. Соль остановка это четверть. И доиграли ноту ми. И завершили мелодию. Это у нас восьмая. Сейчас сыграю, что получилось в правой руке. В левой руке в седьмом кусочке у нас будут аккорды, которые вы уже знаете из второго кусочка. Это ми минор, ми соль си. Второй аккорд у нас будет тоже, который вы знаете от ноты си. Только мы его сейчас перенесем на октаву ниже и сыграем здесь. Си, ре, фа диез. Теперь соединяем эти два аккорда с правой рукой. Пока в правой паузы у нас вступает левая и берет аккорд от ми. Теперь играем правая. Соль, соль, ля, фа диез. Сразу после фа диеза мы берем второй аккорд в левой и доигрывает правая. Фа диез, ми, фа диез, соль, ми. Вот что получилось в седьмом кусочке. После седьмого кусочка нам нужно будет еще раз повторить шестой и седьмой кусочек без изменений. И когда мы завершим седьмой кусочек, мы в левой возьмем еще завершающий аккорд. Это будет самый первый аккорд с первого кусочка. То есть до, ми, соль. Просто когда вы доиграли седьмой кусочек, возьмите в левой в конце этот аккорд. Сейчас еще раз сыграю седьмой кусочек. Аккорд. Мы выучили очень красивую мелодию для начинающих Another Love. Если у вас получилось сыграть эту песню, обязательно напишите мне об этом в комментариях, под видео, поставьте лайк и подпишитесь на мой канал, чтобы не пропустить мои новые видео-уроки. С вами была Лима Мьюзик. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Я желаю вам больших-больших творческих успехов. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!